Легендарная «Волга» была символом власти в Советском Союзе. Она несколько десятилетий была главным легковым автомобилем страны, самым престижным из тех, что вообще можно было купить, но доступным далеко не всем, а потому особо желанным. На ней ездили чиновники, руководители газаппарата, директора предприятий, милиция и спецслужбы. Говорят, визит на таком автомобиле и особенно черного цвета открывал многие двери и упрощал решение важных вопросов. В любом случае, под крылом марки было выпущено немало крутых моделей, однако в этом ролике вы узнаете «Волги», которые так и не пошли в серию. Первая рестайлинговая модель – ГАЗ-21. В 1960 году дизайнер Лев Еремеев предложил Горьковскому заводу свое видение рестайлинга 21-й «Волги», который планировалось провести в 1962 году. Стоит отметить, что Еремеев – это знаменитый советский автомобильный дизайнер, которому мы обязаны дизайном «Чайки» ГАЗ-13. В своей работе Еремеев предлагал провести рестайлинг ГАЗ-21 путем добавления ему деталей «Чайки», например, передних крыльев и капота. Проект тянул скорее на глубокую модернизацию текущей модели, чем на перспективную разработку. К сожалению, на заводе такие изменения посчитали чересчур значительными. И для того, чтобы оставаться в русле современных тенденций мирового автопрома, были необходимы принципиально новые идеи в области компоновки и дизайна. Второй фургон – ГАЗ-22. Во время подготовки завода к серийному выпуску ГАЗ-21 третьей серии одновременно с «Универсалом» был выпущен тестовый вариант фургона, построенный на базе ГАЗ-21и. По замыслам конструкторов, этот автомобиль должен был иметь грузоподъемность 500 килограммов и стать очень востребованным у советских водителей. Во многих советских газетах и журналах, посвященных автомобильной тематике, ее представили как предсерийный вариант нового фургона. Но такие представления оказались преждевременными, так как автомобиль не попал в серийное производство и был выпущен только в виде одного экземпляра. Однако, потребность в подобных автомобилях существовала заметная, поэтому существовали аналогичные конструкции, выпускаемые другими заводами с использованием стандартного шасси ГАЗ. К примеру, известно о существовании изотермических продуктовых фургонов Главмосавтотранса. В отличие от пикапов, которые, как правило, изготавливались на базе списанных машин, продуктовые фургоны изготавливались на базе новых универсалов ГАЗ-22. Фургоны на базе ГАЗ-22 изготавливались также на Горьковском заводе торгового машиностроения. Третий ГАЗ-24-14 и ГАЗ-24-15. В 1965 году, во время заводской доводки ГАЗ-24, специалисты завода также создали и люксовые варианты автомобиля. «Волга» получила особый дизайн и новый экспериментальный V-образный мотор, рабочим объемом 3 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Эти люксовые машины снабдили и четырьмя фарами. На заводе было собрано всего два образца люксовой «Волги», при этом первая получила наименование ГАЗ-24-14 и была оснащена механической коробкой передач. А вторая названа ГАЗ-24-15 и оснащалась автоматической коробкой. Однако в серийное производство эти автомобили не пошли, так как было принято решение выпускать «Волгу» ГАЗ-24-24, которая по своему внешнему виду практически не отличалась от стандартной модели, но была оснащена двигателем от «Чайки». Такие «Волги» с четырьмя фарами изредка встречаются на улицах, уже плод, самостоятельно тюнинга. Четвертый на Ми 0173 «Волга». Это макетный образец перспективного переднеприводного такси среднего класса, спроектированный в 1971 году конструкторами КБ легковых автомобилей отдела развития автомобильной техники. За основу макета взяли новый на то время ГАЗ-24. Мотор установили УЗАМ-412 объемом полтора литра и мощностью 75 лошадиных сил. Мотор расположили продольно и с большим наклоном, и это потребовало создание нового впускного коллектора, нового масляного поддона и приобретение импортного горизонтального двухкамерного карбюратора «Вебер». Коробку передач взяли серийную «Волговскую», но серьезно реконструировали. Вместо хвостовика сзади и снизу приделали пристройку под размещение дополнительной шестеренной передачи и дополнительного вала, который разворачивал крутящий момент в сторону передних колес. Заднюю подвеску, рулевой механизм и тормоза для НАМИ 0173 оставили без изменений от ГАЗ-24, а в качестве задней оси применили простейшую трубчатую балку. Удалив заднюю часть центрального тоннеля, пол в салоне возле заднего дивана сделали абсолютно ровным. Проведенная работа показала, какие решения имеют право на жизнь в перспективных разработках, а от каких лучше сразу отказаться. Пятая итальянская «Волга». В свое время СССР тесно сотрудничал с итальянской маркой «Фиат», которая даже представила свой вариант ГАЗ-24. В Италию даже ездил главный конструктор легковых автомобилей Николай Юшманов. Итальянцы сами сделали опытную «Волгу» со своим мотором и прочими комплектующими от «Фиат-132», которыми без всякой документации начинили ГАЗ-24. Итальянские компоненты серьезно осовременили как внешний вид, так и техническую начинку «24». Под капотом итальянской «24» оказалась V-образная «шестерка» на 2,8 литра, мощностью 160 лошадиных сил. Шасси и трансмиссию существенно не изменили. Появились новые сдвоенные фары, черная радиаторная решетка, стильные округлые внешние зеркала, бамперы в стиле «Фиат», утопленные ручки дверей и широкие колеса. В итоге руководство приняло решение отказаться от дальнейшей разработки данного проекта из-за его нерентабельности. Шестой полноприводный ГАЗ-24-95. Автомобиль разрабатывался в 1970-х годах в качестве легкового автомобиля с колесной формулой 4х4 на базе обыкновенной «Волге» ГАЗ-24. Хотя машиной считается легковой, у нее по-настоящему огромный клиренс, а на колесах установлены не менее внушительные зубастая резина. Автомобиль получил мосты от УАЗ-469, от которого такой «Волге» также достались все блокировки, мотор и понижающие передачи. Так что модель обладает незаурядными внедорожными качествами и при этом может похвастать просторным и комфортабельным салоном. Но в отличие от УАЗ-469, у ГАЗ-24-95 не было рамы. В свое время было выпущено лишь пять экземпляров внедорожника. Два из них сохранились вплоть до наших дней, причем одна из этих машин использовалась в качестве личного транспорта Леонида Ильича Брежнева. Ее генсек эксплуатировал для охоты в подмосковном Завидово. Если бы автомобиль пошел в серию, то стал бы одним из самых массовых легковушек с полным приводом своего времени. Седьмой ГАЗ-3101. Седан был построен на Горьковском автозаводе в конце 1973 года в рамках работ по модернизации 24-й Волги. По сравнению с ней, изменения коснулись как технической части машины, так и дизайна. Под капотом прототипа стоял восьмицилиндровый двигатель объемом 4,2 литра и мощностью 115 лошадиных сил. С новым мотором предлагалась и автоматическая четырехступенчатая трансмиссия. Ее ГАЗ впервые выпустил на Волге М21. Автомобиль своим силуэтом и элементами экстерьера напоминал Мерседес тех годов и ничуть не уступал ему. В салоне установили комфортные ортопедические сидения и травмобезопасную переднюю панель. В таком виде ГАЗ 3101 в серию не пошел, но некоторые решения, опробованные на этой машине, были использованы на Волге 3102. Восьмой ГАЗ 31021. В 1982 на заводе в Горьком создали ГАЗ 31021 «Универсал» на основе базового ГАЗ 3102. Багажное отделение рассчитано на 500 литров, а со складным вторым рядом 1450 литров полезного пространства. Однако, несмотря на всю перспективность этого автомобиля, на заводе было принято решение не пускать его в серийное производство. Девятый ГАЗ 3103. Это первый переднеприводный автомобиль среднего класса Горьковского автомобильного завода. Представляет собой шестое поколение, разработанное для плановой замены модели ГАЗ 3102. За счет длинной крыши и коротких свесов, новая «Волга» кажется несколько длиннее своих предшественников. Автомобиль оснащался двигателем ZMZ 406 мощностью 150 лошадиных сил. Передняя подвеска располагалась на двойных поперечных рычагах. Двигатели нижней рычаги подвески крепились к подрамнику, который в свою очередь соединялся с кузовом через упругие подушки. Модель имела речное рулевое управление с гидроусилителем. Работа над машиной велась с 1996 по 2000 год, в серию автомобиль так и не пошел. Десятый ГАЗ 3104. Это полноприводный автомобиль разрабатывался на основе переднеприводного ГАЗ 3103. В 1998 году завод получил диплом шестой всероссийской выставки конкурса «Дизайн 98» в номинации «Проект года» за разработку дизайна. Кроме того, машины уже были отмечены специальным призом журнала «За рулем» и дипломом Союза дизайнеров России в номинации «Надежда» на московской международной автомобильной выставке «Мотор Шоу 98». По одной из версий, автомобиль ГАЗ 3104 не пошел в серию из-за высокой стоимости. Поэтому дальше Горьковский автомобильный завод приступил к разработке новой модели ГАЗ 3115. Одиннадцатый ГАЗ 3105. В 1988 году с производства была снята чайка ГАЗ-14, поэтому все силы были брошены на люксовую версию ГАЗ 3105, способную занять опустевшую нишу служебного автомобиля для высокопоставленных чиновников. Первые автомобили появились в 1990 году, а в 1992 году на автосалоне в Лейпциге был продемонстрирован окончательный вариант автомобиля. 3105 по размерам был близок к «Волге», но благодаря иной компоновке обладал более просторным салоном. Под капотом машины стоял восьмицилиндровый двигатель объемом 3,4 литра и мощностью 170 л.с. Коробка передач была механической, пятиступенчатой, а привод постоянным полным. У седана было достойное для тех лет оснащение – гидроусилитель руля, электропакет, электрорегулировки и обогрев сидений, климат-контроль, кожаные кресла. К началу 1990-х годов проект потерял свою актуальность как для государства, болезненно переходящего от плановой экономики к рыночной, так и для завода. Но в 1994 году официально было запущено мелкосерийное производство седана ГАЗ-3105. Предполагалось выпускать 250 таких машин ежегодно, но на деле до 1996 года было сделано всего 55 экземпляров модели. 12-й ГАЗ-3111. Это легковой автомобиль среднего класса, выпускавшийся экспериментально с 1998 года. Несмотря на оригинальный, ни на что не похожий дизайн, с технической точки зрения машина не сильно отличалась от предыдущих «Волк». За основу при ее создании было взято заднеприводное шасси модели ГАЗ-3110 с рессорной задней подвеской. Передняя подвеска была модернизирована и стала бешкварневой. Под капотом стоял впрысковый двигатель объемом 2,5 литра, развивающий 155 лошадиных сил, а в базовое оснащение были включены АБС и гидроусилитель руля. Первые экземпляры новой «Волги» сошли с конвейера в декабре 1999 года, но мелкосерийное производство товарных машин удалось организовать только через полгода. Автомобиль стоил около 15 тысяч долларов. Почти в три раза дороже модели 3110. Поэтому спрос на автомобиль был очень низким, и в 2002 году седан был снят с производства. В 2004 году было выпущено еще несколько машин, а всего было сделано 424 автомобиля. 13-й ГАЗ НАМИ «Волга Престиж». В 1995 году конструкторы завода «ГАЗ» совместно со специалистами НАМИ представили публике рестайлинговую версию «Волги» 3102. Все кузовные панели сделали из стеклопластика. Причем, зачастую они просто накрывают оригинальные стальные панели «Волги». Даже на стойках крыши и на дверях есть оригинальные накладки, меняющие их форму. Внешне «Волга» престиж чем-то напоминает «Ягуар» того времени, но, конечно, внешность у него не столь утонченная. Передние фары от ВАЗ 2106, задние фонари от «Опель». Передняя решетка в оригинале имела шильдик с тремя куполами. Салон практически полностью соответствует обычному «ГАЗ» 3102, но практически все элементы были перешиты в кожу кремового цвета. Под капотом находится стандартный ЗМЗ-402. Несмотря на то, что автомобиль был напичкан всевозможной аппаратурой и электроприборами, он все равно остался технически несовершенным, а внешне даже архаичным. Это понимали и разработчики, из-за чего модель так и осталась прототипом. 14-й ГАЗ 3106 – это опытный образец внедорожника, построенный в 2003 году на базе классической «Волги». Согласно документации, товарная модель должна была иметь полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и обладать серьезным внедорожным потенциалом. Также ее хотели оснащать опциональной электролебедкой. На заводе подобную модель разрабатывали под кодовым названием «Атаман». Технический концепт полностью повторял вышедший в 2002 году УАЗ «Патриот». У него была такая же рама, те же блокировки и большой однообъемный кузов, однако внешность прототипа была более современной. ГАЗ 3106 планировали оснащать отечественными моторами на 2,4 и 2,7 литра. Причем с последним «Атаман» должен был ускоряться вплоть до максимальных 150 км в час, что с учетом неотключаемого полного привода вполне неплохо. К сожалению, на Горьковском автозаводе решили свернуть разработку такой модели, решив, что она будет неконкурентоспособной. 15-й «Волга Карди». В начале 2000-х годов Горьковский автозавод искал варианты модернизации «Волги», и одним из них стал проект рестайлинга модели, созданной московской компанией «Карди». Машину представили на московском автосалоне 2004 года. За основу при создании прототипа взяли седан ГАЗ 3102. Основные технические требования автозавода при проектировании модели были общая силовая структура кузова, очертания дверных и оконных проемов оставались неизменными, что было предиктовано экономическими и технологическими соображениями. Автомобиль получил новый дизайн светотехники, бамперов, капота, крышки багажника, крыльев и дверных панелей. Накладки на стойках кузова скрыли водосточные желобки крыши. Автором внешнего облика модели стал дизайнер Святослав Саакян. Интерьер и конструкция остались такими же, как у серийного седана. Дальнейшего развития проект Волги с дизайном карди не получил, а ГАЗ 3102 выпускался в неизменном виде до 2008 года. 16-й ГАЗ 315. Это среднеразмерный автомобиль, разработанный в 2003 году. По размерам автомобиль был меньше традиционной Волги. Длина машины примерно 4,5 метра, поэтому новая модель формально считалась ниже классом по сравнению с предшественниками. Автомобиль имел задний привод, но ходовая часть машины заметно отличалась от других Волг. У перспективной модели была независимая многорычажная задняя подвеска вместо рессорной, дисковые тормоза на всех колесах, реечное рулевое управление с гидроусилителем. Прототип оснастили бензиновым мотором ZMZ 4062 объемом 2,3 литра и мощностью 130 лошадиных сил, но конструкция модели предусматривала возможность установки и других двигателей. Коробка передач механическая пятиступенчатая. Серийное производство модели предполагалось запустить в 2006 году. В качестве ориентировочной цены называлась сумма 9 тысяч долларов. В итоге, из-за недостатка средств на запуск производства, проект остановили на стадии ходовых испытаний. А преемником классической Волги стал лицензионный седан Cyber. Друзья, если я что-то упустил, дополните меня в комментариях.